Теперь о маркетинге. Все знают, что существуют маркетинги. Вот существует 4 маркетинга на рынке. Есть разные гибриды, но мы сейчас с вами говорим о том, что есть линейка пресловутая, которую знают все. Здесь стандартная есть схема. Я просто ее нарисовал. Она удобна будет для расчета в будущем. И это классика. Понятно, что классика не может быть именно в таких цифрах один к одному. Но если мы стремимся к этому и выполним хотя бы 30% от него, то будет наше счастье. 5 человек в первой линии это стандарт. Можно и 3, и 1, и 2, и 10. Но покажу, чтобы от чего-то отталкиваться, покажу, что такое 5 человек в первой линии. Если вас повторит вторая линия, это 25, 125, 625. Пятая линия у нас выплаты с пяти линии в 3125. Если пятая линия у вас есть и она заполнена полностью, то только вот в этой линейке лежит 200 тысяч долларов дохода. Только в одном виде маркетинга. Представьте, что человек пришел у вас на 12 долларовый пакет. 12 всего лишь. 12, 12, 12, 12, 12, 12. И начинает повторять. И апгрейды приведут его в любом случае, апгрейды приведут его именно к вот таким выплатам. Сейчас поговорим, как линейка у нас апгрейдится. Линейка понятна. Здесь получается, смотрите, еще раз, что такое линейка. Вот если вы пригласили этого, это ваш прямой. Если он пригласил вот этого, то это его прямой. Линейкой получается только первая линия. В линейке не получается второй линии, с третьей, с пятой, с седьмой. Линейка это прямые подписания. И человек получает только от прямых подписаний. Матрица. Матриц тоже очень много. У нас есть четырехуровневая матрица. В принципе, даже можно считать трех уровней. Если это вы, то у нас один, два, три уровня. Третий уровень финансовый. В этой модели матрицы, с финансового уровня, с каждого человека, не надо заполнять полностью ряд, не надо в каком-то порядке заполнять. Пришел этот, значит, выплата идет вот сюда. Пришел вот этот, значит, вот сюда. Пришло два сразу, значит, сюда. Вот это финансовый ряд. С каждого человека. Если эта матрица, допустим, восьмидолларовая, то восемь долларов уходит, восемь долларов, восемь. Если она шестнадцати долларов или там тридцати двухдолларовая, то, значит, тридцать два доллара перечисляется сюда, сюда, сюда. Это финансовый уровень. Здесь выплата идет только с финансового уровня. Так, теперь есть Дельта. Дельта это новая модель. Я считаю, что она вообще уникальна. Самые большие деньги, наверное, в Дельте. Хотя не все маркетинги, как говорится, жирные. Здесь с каждого человека. В Дельте с каждого человека. Тут нет финансового уровня одного. Тут все три уровня финансовые. Просто с первого уровня платится 15. Но не с уровня, а с каждого человека на этом уровне. С этого уровня, с каждого человека с этого уровня платится 20. И с последнего уровня 65. Сто процентов в Дельте. И бинар. Бинар мы тоже делаем со своими преимуществами. Он реально, он бесконечен. по компьютерным расчетам, если даже подпишется сюда 2,5 миллиарда человек именно в бинар, то останется где-то 6 процентов на выплату. Маркетинг просчитан, давайте теперь пройдемся как, наверное еще чтобы было понятнее сам алгоритм заполнения, вот мы смотрим обычную нашу матрицу. Есть вы, как распределять матрица? Вы сделали два приглашения, 1 и 2 располагается так, если это ваше третье приглашение, оно понятно пойдет сюда, но четвертое не как в стандартных матрицах, которые мы привыкли, может быть кто работал видел, первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое нет, вот преимущество этой матрицы, этой схемы, разделена пополам, это бинарная матрица, первый, второй сюда, третий сюда, четвертый во вторую половину, не сюда, а в эту половинку, чтобы подпитывалось и это направление и это направление, это если ваши там личные заполняются или переливом, скажем, от этого человека идет вниз, первый, второй, третий, четвертый, пятый, видите куда, не сюда и не сюда, а пятый сюда, шестой сюда, седьмой, вот сюда, восьмой под него, как бы сама программа алгоритм написан так, что поддерживается все время левое направление, левое направление, вот здесь, потом допустим восьмой приходит девятый и десятый подпишется не куда-либо, а вот именно под вот сюда и только потом заполнится одиннадцатый, одиннадцатый потом двенадцатый, не вот так одиннадцатый, двенадцатый, видите, каждый раз, алгоритм вы сразу когда поймете, вы прочитаны, сможете прогнозировать любое заполнение, вы четко будете видеть, куда следующий идет. Давайте еще раз, может быть, чтобы вы поняли. Есть два. Третий идет сюда, четвертый идет в одно направление, в другое направление. Пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый. Вот таким образом, это алгоритм заполнения матрицы и дельты тоже. И матрица и дельта заполняются одинаково. Единственное у них различие, это вот здесь в матрице, матрицы, вот это финансовый уровень. Деньги вы получаете, вы получаете в заполненной вами и вашими партнерами и людей, которых вы не знаете, которые достались с перелива, заполняя, вот это ваш финансовый уровень. С каждого человека вы получаете сумму, которая заходит в это, именно в эту матрицу, с каждого человека. Тут не надо ждать, пока заполнится два или четыре, никаких перекосов. С каждого человека в любом порядке деньги зачисляются именно вам. Дельта. Давайте посмотрим дельту. Вот видите, даже он смеется, дельта говорит еще круче. Что здесь? То же самое получается, один, два, точно такое заполнение, но здесь, если пришел первое ваше приглашение, вы получаете 15 процентов с суммы. Пришел потом, допустим, ну давайте вот так, первый пришел, вы получили 15 процентов с его суммы. Он пригласил кого-то, не вы пригласили, а он кого-то пригласил, под ним встал. Вы получили с этого уровня 20 процентов. И в эту же минуту, допустим, вот этот новичок приглашает тоже своего первого. Вы получили с него 65. Видите, даже если это одна линия, как называют колбаса, да, одна линия, даже с одной линии, с каждого человека вы получите. Вот если здесь бы такое произошло, то здесь вы получили бы 0, здесь еще 0, а вот здесь вы получили не процент, а выплату. Вот это финансовый уровень. Здесь с каждого человека, вашего, не вашего, перелив. Допустим, допускайте такой вариант, что вот здесь стоит спонсор, у него много подключений, и он включает человека, и по переливу, так как здесь занято, человек заходит аж вот сюда, то вы получите все все равно свою выплату. Здесь все равно, каким порядком заполняется, но здесь с каждого человека, который заливает, заходит в дельту, с каждого человека вы получаете процент в зависимости от уровня. 15 процентов, 20, 65. Вот и все премудрости дельты. Многие говорят, что ой, маркетинг сложный, непонятный. Соглашусь, соглашусь, что может быть есть просто вот, есть компания с прямыми продажами, получение только с первой линии. Есть компания, там еще командный бонус назвать или групповой, и все на этом. Я вам скажу, ничуть не сложнее любого маркетинга. Просто нужно понять. Здесь ты получаешь с третьего уровня, здесь ты получаешь с каждого чека. Здесь ты получаешь всю сумму, здесь ты получаешь разбит всю сумму, но разбита на 3 уровня. Здесь чуть дольше сразу, здесь чуть меньше, но вот прямо мгновенно, с каждого человека. Теперь немножко о бинаре. Время подходит, да? Теперь немного о бинаре. смотрите здесь очень и очень четко нужно понимать вы привыкните это не сложно вовремя переключать вот эти кнопочки вы видите когда заходите в офис у вас есть конфигуратор бинара конфигурация бинара вам обязательно обязательно нужно с этим разобраться тоже не очень сложно есть кнопочка в левую команду это команда это жесткая команда только в левую команду вот смотрите вот левая команда первая это левая вторая это правая если вы поставили кнопку в команду всех кого вы приглашаете будут уходить только вот сюда жестко в левую команду никуда в дву сторону в самый низ в левую команду если вы ставите кнопочку правую команду жестко только в правую команду вот сюда и так дальше и дальше дальше только правую поэтому здесь вам нужно использовать правильно есть кнопочка команду с наименьшим количеством баллов что это такое допустим к примеру вы смотрите вот человек как-то пришел и пригласил вот этого на 12 долларов и тут все взяли на 12 долларов. Людей здесь то много, а баллов мало, а эти пришли все и взяли все по 500. Так вот это как раз та кнопка в команду с наименьшим количеством баллов. Тут баллов меньше, а людей больше. Как определить по баллам? Сам компьютер посчитает, куда вам поставить человека. Но я вам рекомендую пользоваться 90 процентов именно вот этой кнопкой автоматически по алгоритму лизи-бизи. Почему? Давайте посмотрим. Допустим, вот вы пригласили еще одного человека. У вас один, два уже есть. Возможно даже третий ваш. И вы пригласили еще одного. Вот в данной схеме. Вот скажите, пожалуйста, если бы здесь у всех стояла по алгоритму, то он бы заполнил вот так, вот так бамс и заполнил. А алгоритм, вот здесь он меняет, меняет направление в зависимости от того, что написано предыдущего. Если бы вы здесь поставили в правую команду, то он бы стал вот сюда. Если вы поставили жестко в левую команду, он бы стал под четвертый. Если бы поставили по алгоритму, то натыкаясь на каждого нового человека, продвигаясь, он слышит, компьютер слышит команду вот этого, что у него стоит в конфигураторе. Поэтому мы рекомендуем изначально, чтобы заполнялось вот правильно по алгоритму, держите вот эту кнопку включенной. Возможно, вам будет необходимо, допустим, сложилась ситуация, так что, но именно вот сюда нужно. То вы будете выбирать направление. У этого парня должно стоять куда? Вправо. И тогда этот человек перескочит вправо. Но я вам скажу, что если вы поймете правильный маркетинг и поймете, что сейчас цель только одна. Развивать первую линию и управлять бинаром. Забудьте о матрицах. Матрица, алгоритм работает автоматически. Не обращайте на них внимания. Они вам дадут очень большие суммы, особенно дельта. Сейчас покажу еще разницу в пакетах. Давайте еще пройдем дальше и потом уже по вопросам. Скорее всего возник такой вопрос. Ну да, вот я написал, кстати, забыл. Вот у этого чека написано вправую, а у этого в левую. И компьютер посчитал, что здесь влево, 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 вправо, влево и нашел свободный чек. Если бы здесь было занято и было у него куда-то еще или по алгоритму, то он бы пошел по алгоритму дальше. Я думаю, что это вам понятно. Теперь преимущество еще нашего бинара. Понятно, что первый вход. Вот здесь у нас человек в бинар входит после реинвеста или покупая в пакете сразу бинар. Отдельно бинар нельзя купить, только в общих пакетах по нарастающей с 12 долларов. Допустим, вот этот оплатил 60 долларов. Вот, есть шестьдесят долларов. И получает с них. Смотрите, в чем у нас реинвесты. Не реинвесты, это апгрейды. Амгрейды бинара. У вас 70 процентов с малой ноги, с товарооборота малой ноги, 70 процентов вы получаете наличкой, а 30 процентов, ну от своего процента, 70 процентов от своего процента, а 30 процентов идет на апгрейды. Как только у вас насобирается 120 долларов, слушайте внимательно, 120 долларов она собиралась, у вас здесь пакет не 160, а 120. И то же дело собирается у ваших партнеров. Стоя на этом месте, зарабатываете один раз свой процент в бинаре, зарабатываете вот своих людей со своей структуры, да, с товарооборота. Потом происходит апгрейд, а что такое апгрейд? Это дополнение, апгрейд 60 на 120, 60 на 120, 60 и каждый, каждый потихоньку, кто-то раньше, кто-то позже переходит, а это значит та же самая команда увеличивает товарооборот, даже не меняясь, они все равно переходят на апгрейд, переходят на апгрейд и меняется, и опять списывается. Потом, а списывается опять, 70 наличными получает человек, а 30 безналичными, ну извините, 30 в апгрейд. Потом у вас уже пакет 240 и ваша команда переходит на 240 и вы получаете уже тот же самый процент, но уже с 240, с этой же структуры. И у нас так 5 апгрейдов, 120, 240, 480, 2000, 2000. Берите калькулятор, это очень большие деньги. Многие еще спрашивают, что такое вот это за таблица, которая у нас в офисе есть. Сейчас я где-то час, наверное, смотрел назад, часа два, часа два-три. Назад там оставалось, по-моему, вот в этой линии до 1000 оставалось 26 или там около 30 человек. Сейчас, возможно, там уже просто эта линия закрыта. Мы перешли вот в эту линейку, заполняем, значит, подписано в бинаре больше 1000 человек. С 1024 номера по 2047 1023 человека, вот этих, когда придут, переведут по одному даже человеку в бинар, будет вот эта сумма выплата, вот здесь будет выплата 20%. О чем это говорит? Вот давайте теперь вспомним еще таблицу. Кто-то стоит, ну вот, вот это будет, а здесь мы выпишем ID номера. С 16 по 31, с 32 по 63 ID номера. Сейчас спорный вопрос, но скорее всего покажем, чтобы вы знали, каждый знал свой ID номер и допустим, что происходит. Ну, к примеру, вы зашли в числе там, у вас 33%. У вас 33%. Сейчас идет структура уже вот эта заполняется и вы в бинаре будете получать с товарооборота уже 20%. Но, как только вот эти номера 64 по 127 сделают апгрейд, вы с их апгрейда получите не 20%. Хотя сейчас, а потом, смотрите, будет уже, ну, к примеру, потом будет уже 10% выплата. Но апгрейд сделал вот этот ID, то вы получите 28. А если в команде здесь стоит, и 16 номер сделал апгрейд, то вы получите 50. Если 30 сделал, вы получите 50. Если там 60 сделал апгрейд, вы получаете 40. Если 57... И тут очень важно сейчас, вот сейчас занимать вот эти позиции. Объясняйте лидерам. 20% в бинаре многие компании начинают, извините, начинают бинар с того, что у них сразу на выплате 8, 10, 11%. Когда у нас будет полмиллиона и до миллиона, у нас выплата будет 10%. Ну, а как только вы, допустим, вот уже, к примеру, мы с вами наработали этот миллион, люди заходят, и 10%... Но вдруг кто-то вот там 65720 сделал апгрейд. Не делал, не делал до этого, не собирал, потом включился в работу, сделал апгрейд. Сколько вы получите? 12,5. А потом вот 8101 сделал апгрейд. 16,5. 16,6. Я думаю, тут понятно. Если нет, прослушайте еще один раз, посмотрите на таблицу, возьмете калькулятор, еще раз зададите вопросы. И вот с этой табличкой, вот смотрите, вот с этой схемкой и с этой табличкой, вот вам как раз вот два пунктика. Со схемкой и с табличкой. Сесть, посидеть, разобраться и понять, что сейчас лидеру надо продавать, что сейчас потребитель получит. Ну, потребитель, мы говорим, он получит хорошую базу знаний. Мы сейчас говорим о лидерах. Лидер понимает, что это крутая идея, есть само начало, есть возможность стать в самом начале бинара. До 5000 это начало бинара, ребят. Вот до сих пор это начало бинара. Представьте, что ты четырехтысячный стоишь, да? Ну, не дай бог вам быть четырехтысячным. Я думаю, все вы уже тысячники, как минимум, да, то пятисотники, а может быть даже и сотники здесь. То кто-то придет четырехтысячным, да, и под ним будет еще, ну, сколько это получается, сто четыре, один миллион четыреста восемьдесят пять. А ты всего лишь четырехтысячный. И с этой массой ты будешь получать свой товарооборот. Так, теперь давайте еще посмотрим, как заполняется. Буквально несколько минут бинару, вернее, маркетингу. Смотрите, 12-ти долларовый пакет, чтобы вы уже знали, что будет человеку, чтобы вы показывали сейчас преимущество, почему сейчас мы открыли пятисотый пакет. Вы приобрели пакет, вы получили одну позицию в линейке, одну позицию в матрице первой. Это пусковой у нас, мы называем его между собой пускачем. Такой пускач. 12 долларов любой может себе позволить получить хорошую базу знаний, самый насыщенный информационный пакет за 12 долларов без лимита. Хоть всю жизнь пользуйся этим пакетом, не получай, но не покупай больше вообще ничего, никогда не переходи, но апгрейдами тебя все равно потянет, если ты хотя бы одного, двух, трех пригласишь. Условия все равно есть. Смотрите, что происходит дальше. Допустим, вы пригласили, зашли, вы это красненький, скажем так, партнер, новичок, это красненький. Вот он приглашает первого своего и тот тоже платит 12. 4 уходит в линейку, бамс, 4 доллара получил. Теперь смотрите, человек подписывает пятерых человек, вот как мы говорили, у нас по схеме, пять человек. Пришел лидер, говорит, да, мне все нравится, круто, вот моя команда, я готов сейчас зайти, потому что условия, если у тебя меньше пяти человек, ты пока жди там 1 декабря, потом зайдешь со своей бригадой, а вот пока от 5 до 10, заходи, показывай, регистрируй людей. Смотрите, что произойдет в матрице. В матрице первый занял позицию, второй занял, третий, четвертый и пятый. Уже с этой позиции вы получили 8 долларов, 8 долларов и 5 раз по 4. 28 долларов. Сколько заплатили? 12. Что произойдет, когда вас повторят и матрица закроется? А, кстати, ну вот еще расчет, да? Если у нас финансовый ряд, нижний ряд это финансовый, 8 человек, 8 по 8, каждый платит по 12 заходящие, платит 8 матрицу, как только заполнится нижний ряд, вы получили 64 доллара. Из них 16 идет в апгрейд, не путайте, у нас есть апгрейд, а есть реинвест. Давайте разберемся с этим понятием, потому что задавали вопросы. Апгрейд это повышение. Вот так. 16 долларов уйдет с пакета 24 доллара, уйдет в апгрейд на матрицу, а 8 уйдет в линейку. 24 доллара. От 64 отнимаем 16, отнимаем 8 и отнимаем 12. 16 это апгрейд, 8 апгрейд и реинвест это 12. У вас появляется, когда ваша матрица вот такая закрылась, у вас появляется точно такая, вы опять становитесь за своим спонсором, заходите в матрицу за своим спонсором. Может зайдете там в третий ряд, во второй, в пятый, в любую свободную позицию, получаете, занимаете в матрице спонсора, у вас открывается такая новая. И партнеры, которые идут за вами, точно так делают апгрейд и реинвест, апгрейд и реинвест. Таким образом заполняется и апгрейдная матрица и реинвестиционная. Еще что здесь интересного, смотрите, давайте посчитаем с вами. 12 долларов заплатил партнер, вот 12 долларов. Закрылась матрица, произошел товарооборот, 64 доллара и произошел реинвест. Скажите, пожалуйста, теперь, а сколько, давайте посчитаем, 12 долларов заплатил, 28 отняли, 32 отняли, 28 долларов получил, 12 долларов заплатил, 28 выплата, это где-то x2 получается, чуть больше, да? 64 минус 12, 64 минус 12 будет 52, ребят, 12 зашел, 52 получил, это x4, здесь нет больше реинвеста, апгрейда. 58 неправильно, смотрите, еще раз, 64 вы заработали, 8 по 8, 64 минус 12 на апгрейд, на реинвест еще одной такой матрицы, 64 минус 12 будет сколько, 52, 52, все правильно я говорю, 52, x4 и вот таких матриц будет огромное количество, выглядеть будет это вот так, вот реинвесты, вот апгрейд на 16, апгрейд на 32, апгрейд на 64, апгрейд в линейке 8, 16, 32 и реинвесты, реинвест, 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 вы никогда не закончите вот эту матрицу, вы никогда не закончите вот эту матрицу, вы никогда не закончите вот эту матрицу, у нас никогда не закончится вот эта матрица, переходя друг за другом, вы не только делаете апгрейды на повышение, вы еще и оставляете в реинвестах одно и то же, а что это говорит, допустим, смотрите, вы пригласили пятерых, там двоих или троих, у вас закрылась эта матрица, приходит новичок, а вы стоите уже вот здесь, приходит новичок, он занимает вот здесь позицию, потом выходит кто-то из этой матрицы, занимает сюда потом переливом попадает потом вы приглашаете еще одного переходите в эту матрицу это вам опять приходит новичок и опять он приходит сюда и опять приходит перелив и опять выходит партнер который делает и reinvest ох сколько здесь денег правда маркетинг очень очень ну стопроцентно выплата поэтому такой маркетинг вот здесь вы получите то счастье которое это пусковая матрица но здесь уже достаточно денег если вы четко понимаете цифры 12 внес 52 получил 12 reinvest 52 на выходе 12 инвест 52 на выходе а теперь смотрите внимание 16 вход посчитайте сколько на выходе 16 вход выход 6 ой что-то 16 вход выход а здесь 32 с каждого 32 вход 8 раз по 32 64 8 раз по 64 так дальше что такое пакет на 180 пакет на 180 предполагает выплат оплату суммы 180 и сразу занятие ячеек в первой матрице во второй матрице в третьей матрице в четвертой матрице и в линейке одну позицию и выплата 48 16 32 вышестоящим вас появляется четвертая линия или вы являетесь чьей-то четвертой линии как бы только дошли сюда вас пошли апгрейды вы выплатили своему спонсору вот если допустим вы зашли сейчас да то вы своему спонсору выплатили 8 только сделали апгрейд а у вас здесь апгрейдов нет вы сразу заплатили ему 16 вы сразу заплатили ему 32 вы заплатили ему 64 что происходит дальше ваши партнеры точно так делают и занимают позиции это если у вас три человека по 180 зашло они точно так занят точно так свои позиции есть пакет 364 он предполагает занятие уже ячеек не только пусковых но одной дельты одного бинара и одной линейки ровно 364 8 16 32 64 60 60 забыл написать в бинаре 60 и линейка точно так повторили люди и точно так есть апгрейды апгрейд 60 на 120 со 120 на 240 240 на 480 и реинвест реинвест таких матриц реинвест таких матриц таких и таких дельт у нас восемь четыре из них идут реинвестом эти четыре которые скажем так виповский да они закрыты на замочек вы можете не реинвестировать сюда мы не собираемся реинвестом отнимать деньги большие уже суммы здесь достаточно выплат но если вы сказали что мне допустим достаточно этого не хочу пока делать никаких реинвестов то вы и не включаете если вы откроете замочек и инвестируете деньги вот в эту то у вас получится 8 по 1000 8 раз по 2000 8 раз по 4000 8 раз по 8000 здесь 11 и 2 биткойна на выходе но это для тех кто уже за руку уверен который заработает по сто тысяч и более почему бы не реинвестировать проект который ты знаешь маркетинг который ты разобрался понимаешь видишь сто проценту выплату и даже если кто сейчас не понял все равно вынуждены будете понять мы вас заставим понять потому что нужно работать понимая маркетинг 500 чем отличается 500 те же самые 364 добавилась только одна матрица дельта и владимир вам вчера я смотрел его вебинар владимир вам показывал что такое дельта если вот разница казалось бы ну небольшая до 364 и 500 разница в 120 долларов и я сейчас отвечу на вопрос а куда девается тот хвостик который остался видишь 16 долларов так как мы же говорим что распределяются все 100 процентов а здесь распределилась на 16 долларов меньше потому что 364 плюс 120 будет 484 и вопрос где 16 долларов отвечу и вот смотрите вот когда вот человек занимает вот эту дельту то здесь уже сами понимаете восемь человек заходя выплачивает вам 120 120 120 120 причем это с каждого уровня с каждого уровня вы получаете 15 процентов 20 20 процентов 65 процентов опять реинвест и обыграет на новую и здесь уже 240 240 240 я думаю с этим вы поняли разобрались так вот здесь если просто вы не упустит момент сейчас не станете в дельту и придете позже то здесь если брать заполнение из расчета мы брали 5 человек приглашает по 5 и доходит до конца то здесь то порядка 100000 можно конечно в ней не участвовать это не из-за жадности мы не говорим сейчас не жадности какой-то мы говорим о бизнесе